Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Менеджеры паролей бывают разные, лично я пользуюсь Kipass XC, но Bitwarden тоже неплохая вещь. Они просто разные по сути, но одинаково надежные. Заходим на bitwarden.com, регистрируемся и видим вот такой интерфейс. Слева папки и пароли рассортированы по этим папкам. Вот так можно создать новую. А так можно переместить карточки с паролями в эту новую папку или любую другую. Собственно, как работать с менеджером паролей. Нажимаем перейти, попадаем на сайт, если в карточке вы указали URL сайта. Советую указывать, без этого не сработает автозаполнение, о котором я расскажу в конце. Ну и дальше копируете логин, вставляете, то есть Ctrl-V. Копируете пароль, вставляете. Ничем не отличается от LastPass и подобных менеджеров. Ну в том смысле, что алгоритм не отличается, сам Bitwarden очень даже отличается. И ценовой политикой он в принципе бесплатный, и открытым исходным кодом, и наличием приложения под Android и iOS и много еще чем. Поиском он не отличается, просто знайте, что он есть и активно пользуйтесь. Причем ищет он по всей карточке, то есть он находит скрейпинг, потому что в URL, который указан в карточке, есть слово скрейпинг. А вот так, кстати, можно зайти в карточку и подредактировать ее. И это еще один повод добавлять URL в карточке. Иногда бывает сложно вспомнить название, под которым вы записали связку логин-пароль с какого-нибудь сайта. Ну и раз уж мы здесь, вот так собственно выглядит карточка. Имя это для вас. Папка это собственно папка. Переложим ее, например, в личное. Пароль это пароль. Вот так мы его генерируем. Ну ладно, не будем менять. Сейчас лучше создам новую карточку. Кстати видите, карточка сейчас пропала, потому что мы ее ищем в папке всякая-всячина. А лежит она теперь в личном. Имейте в виду, если карточка не находится, не факт, что ее нет. Возможно, вы ее ищите не в той папке. Ищите сразу во всех элементах, если что. Вот она у нас в личном. И создаем новую карточку. Она сразу создается в той папке, в которой находимся. Тут все в принципе понятно, кроме пароля. Ну точнее с ним тоже все понятно, но есть нюанс. Тут встроенный генератор паролей. Вообще генераторам паролей можно доверять. Но он не настраивается. Вернее, не настраивается здесь. А есть сайты, которые не принимают пароли, например, со специальными символами. Чуть позже расскажу, где настраивается генератор. Тут есть еще такая штука — база утечек. Сложно предположить, что случайно сгенерированный пароль будет в базе утечек, но можете проверять на всякий случай. Здесь URL, как я уже говорил, лучше добавлять. И заметки. Ну типа какая-то дополнительная информация для себя. И еще тут есть дополнительные поля. Не знаю, насколько может быть востребовано, но просто есть и ладно. Ну и собственно создаете таким образом карточку, сохраняете все. Теперь сразу, чтобы далеко не уходить, разберемся с генератором паролей. Он в инструментах. А вот здесь. Здесь выбираете длину. И вот включение-выключение специальных символов. Ну и другие символы можно также включать и выключать. Так, что дальше? Дальше, кроме собственно паролей, тут можно хранить данные по вашей кредитной карте. Данные по контактам. Туда они называются личной информацией. И просто защищенные заметки. Так как Bitwarden применяет сквозное шифрование, у вас получается аналог криптомотора или криптопада. Ну в общем всего с приставкой крипт. Ну почти всего. Вот у нас в папке личная появилась новая заметка. Так, к числу интересных фишек Bitwarden относится кнопка Send. Сначала скопируем пароль. Вы можете создать отправку. Отправка это чаще всего пароль. Ну может быть логин пароль. Сюда вставляете текст, который хотите отправить. И вот тут можно выставить срок автоматического удаления или истечения. Ну то есть сам Send останется, просто к нему закроют доступ. Количество возможных обращений и пароль. Согласитесь, куда более защищенная форма пересылки паролей, чем, например, просто сигнал. А ссылку, собственно, в сигнале можно и отправить. И при переходе по ней пользователь попадает на страницу с запросом пароля. А при введении пароля увидит содержание посылки, то есть то, что вы ему хотели послать. Ну и последнее — это расширение в браузер. Можно вот отсюда его найти. Это проще всего. Я сейчас сижу в Вивальде. После установки вот здесь появляется значок Bitwarden. Сначала надо войти. Двуфакторная аутентификация практически обязательна. И вот. Переходим таким вот образом на сайт, если указали URL в карточке. И здесь нажимаем правую кнопку мыши, Bitwarden, автозаполнение. С Кипас такую процедуру провернуть невозможно. Преимущество Кипас в том, что база лежит у вас и вы уж точно ни от кого не зависите и винить в случае чего будете только себя. Преимущество Bitwarden в том, что вы имеете доступ к базе паролей из любой точки мира. Что для вас важнее и определяет в данном случае ваш выбор. Все любите друг друга, независимо от того, что вы выберете, это лучше, чем блокнот на рабочем столе. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.